Субтитры сделал DimaTorzok Сразу давайте какие плюсы. Во-первых, я не помню, была игра плюс и сложная игра, кажется, была, но в настройках теперь можно менять управление под себя. И это очень большой плюс. Поэтому по... Хотя я уже с какой-то степенью привык, поэтому давайте уже с такой раскладкой играть. Думаю, со временем все равно привыкнем ко всему этому. 1841 год. Амристар, Инди. Арбаз Мира. Похитил из дворца Махараджа. О, все, начинается, ребят. Это текст... Китайский, ладно, а то были нормальные, а тут пошло-поехало. Махараджа Алмаз Кухенур. В тамплиеры не смогли ему помешать хамит наставника Арбаза. Арбаза. Уверен, что камень это одно из мощнейших частиц Эдема. Но юноша пока не желает задумываться о таких серьезных вещах. Он всецело поглощен мыслями о прекрасной принцессе Пиаре. Тамплиеры Фринкс Коттан убивают ее деда Махараджу Раджита Синха. Из-за чего спокойная жизнь в регионе оказывается под угрозой. Командование Ост-Инской компанией, где в ключевые посты занимают амплиеры. Хочет воспользоваться ситуацией, чтобы укрепить позиции англичан. Смерть Карага, сына и наставника Раджита, только усложнили положение. Решается вопрос о том, чтобы передать все права другому сыну, Далипу. Но Арбаз идет на отчаянный шаг. Он решает проникнуть в Летний Творец в Амритсаре. Страж это сколько? Не иначе как меня поджидают. Таких я мог бы уложить хоть голыми руками, но главное, чтобы не начали стрелять. Так вот где, осталось только добраться. Я без оружия, мне здесь явно не рады, вокруг полно стража. Это будет весело. Да, да, да. Зов в сердце. 1741 год. Амритсар. Летний Творец. Арбазы. Мир. Опытный ассасин, но и опасный противник собирается проникнуть в Летний Творец в Амритсаре. Впрочем, он не выполняет задания Браса. Внутри нет амплиера заслуживающей расплаты, только простые стражники, невинные люди, которые истинный ассасин не должен причинять вред. Арбазу придется использовать все свои навки, чтобы перемещаться незаметно и проникнуть в самую глубь дворца. В покое принцессы Пьеры. Ну, понятно, улучшение, улучшение, улучшение. Дополнительное задание. Заберите три драгоценных камня у стражников живых или мертвых. Ну, хотя бы нам предлагают. Так, давайте сразу по графике. Графика пошла в более мультяшный образ. То есть, вы помните, в первой части было довольно все нарисовано. Здесь все 3D-шное. И очень 3D-шное. Так, нам сразу база данных. Люди. Арбаз Мир. Арбаз Мир. Ассасин родом из Кашмира. Живший в 21 веке. Стоп. Это 19 век. В 19 веке и состоящий в Индийской Братстве Ассасинов. Точную дату из месторождения установить невозможно. Семья Арбаза погибла в 1819 году, когда Махараджа Раджит Сингх возмерился завоевать Кашмир. Мальчик вел жизнь у уличного воришки, пока не встретил Хамида, мастера ассасинов. Тот взял Арбаза под свою защиту и занялся его обучением. Через несколько лет Арбазу уже мог выполнять поручение Братса наравне с наставником. И однажды воспользовался своими умениями, чтобы похитить алмаз Кахмир у самого Махараджа. Во время этой вылазки Ассасин увидел, что тамплиеры говорят покушение готовят. А, говорят, покушение на Раджи... Раджита Сингха. Он помещик, но помешать им не успел. Зато ему удалось заполучить алмаз, а еще познакомиться с принцессой Пьярой. Да, сейчас нужно будет привыкать к индийскому именам. Ну, с Россией хронологии будут, мне кажется, будет легче. Амристар. Амристар находится в Пенджабе, на северо-западе Индии. Это центр духовной жизни последователей сикхизма. Название города происходит от названия Священного Озера, земное воплощение которого в 1574 году сконструировал Рамдас, четвертую гуру сикхизма. Следующий гуру Арджан в 1588 году повелел продолжить обстройство священной земли и воздвигнул храм в месте, который посещался для медицины самых первых гурун Нанак. Хармандир Сахиба, который также назвал Золотым Храмом, был полностью достроен в 1604 году, тогда гуру Арджан явил миру запаведей, которые и по сей день остаются ясной философией сикхов. Сикхов. Как ситхи, только сикху. В 1801 году Арджит Синха получил титул Махараджи. Пенджаба. Это событие можно считать началом истории сикхистской империи. Во время его правления столицей стал Амристар. Руководство. Игра со синусу Крид Хронологи с Индово включает в себя три режима прохождения, обычная игра плюс и сложная игра. Обычная героя выполняет сюжетные задания, разбирает способности разваловала. Короче, ясно. Меню дополнительной информации, да, тут есть еще дополнительные функции, там вам, ну, финтиплюшки, типа скины на персонажа, оружие и все такое. Меню дополнительной информации поможет вам получить разблокированный игровой контент. Косюм и оружие можно разблокировать с помощью юплей или при выполнении внутриигровых действий. Меню дополнительной информации поможет вам понять, как разблокировать тот или иной предмет. Окей. Так, сразу карта такая же. два сундука ну типа осколки не думаю не буду собирать как тогда будем главное сундуки собирать ну смотрите здесь пошла новая функция а почему не сейчас засчитал не давайте я думаю сделаю все таки наверно а так меня не работает давайте как раз сам сейчас дополнительные эти покажу а тут испытание есть сбор зачистка база данных анимуса руководство подожди настройка помощь настройки по дополнительной смотрите здесь получается меч хамида уникальное оружие арты арт арт саундтреки обои костюмы вот костюмы пошли костюм тени нейтрализатор осмотрите здесь нужно доступ к и плену у меня его нету получите сценку за стиль ассасин 3 золотых нужно получить это мы сделаем так мы это все разблокируем тень и получить золото это легко за это не знаю так ладно управление подготовить инструмент активировать инструмент но я попробую будет ли работать цен блок в за тело не работает тогда shift q а это управление камерой тут есть ну тогда на альт окей тогда окей осмотреть как быстренько 10 минут пролетела страж это ну просто мне будет более будет намного удобнее альтом пользоваться чем цешкой воин сик ну да видите графон типа получше стал так люди воин сик рядовой боец вооруженный клинком в одиночку не представляет угрозной но победить группу таких бойцов будет непросто тигры я буду через базу о виде как раз и документацию добавлю бенгильские тиры бенгальским бенгальские тиры широко распространено в индии в этой стране им придается особое символическое значение это крупные и опасные хищники которые весят более 325 килограмм а в длину достигают более 3 метров чаще всего они охотятся на крупную копытных но не брезгуют и более мелкой добычи а при необходимости могут съесть и другой другого хищника так напасть на человека может только больное или раненое животное чтобы прокормиться но обычно тигры не покидают привычные зоны обитания тигры-людоеды встречаются крайне редко и в основном истории о них ложится в основу различных охотничьих легенд но слушайте они пойди будут выполнять просто функцию как собаку от этих помните из первой части ворота не охраняются будет просто а точно теперь только альт ой подожди я сундуки не теряю слоны страшненько увлеченные беседы и незамеченные что происходит а то есть они переводят то что они говорят уснул прямо на посту слишком просто а вот эти говорят успеет картика что в райе того задано санимусом людям стрелок сикхан используют оружие джей зайла которая не отличается скорострельностью но обладает высокой точностью длина оружия позволяет держать противника на расстоянии атакующий не может выполнять перекат смысле ну ладно индийский слон индийский слон один из подвидов азиатских слонов индийские слоны ниже чем африканские собратья а их уши меньше по размеру в глубокой древности на территории пенджаба их использовали в качестве боевых животных в легендарной битве на реке хидасп когда война александра макендонского сразились с армией царя пора участвовало около сотни слонов ружье джей зайл это просто и в изготовлении дульнозарядное ружье патрон, которые активно используются в Индии и на Среднем Востоке часто их изготавливают вручную старательно работая на точность механизма и зайтель его украшали у этих ружье длинные стволы для стрельбы используются патроны крупного калибра известны случаем когда афганцы заряжали джейзал даже гвоздями и мелкими камнями и надо сказать точность от этого не страдала во время афганской войны это оружие забрал жизнь многих британских солдат упоминание о джейзалах встречается также в работах редьярда кипилинга например в рассказе человек который хотел стать королем так а нам нужно налево но тень получена а теперь есть еще какой-то множитель видите так значит там где кусты я не могу залазить но видите перед прыжком сразу показываются где что так я вижу сундучок а что мне мешает пробежать вот так база данных анимуса документики свиток первый арбас мира родился в начале 19 века на севере востоке Индии в кошмаре в 1819 году этот регион был завоеван махараджи раджитом сингхом правителем сикского государства во время боевых действий погибло множество мусульманинов в том числе родные арбазы юноша вынужденный скитаться вместе с бродягами по разоренным городам возни возневидел махараджу считая его безжалостным убийцей странно что у меня уже изначально в фпс довольно мало так ладно то же самое шумовой серген у нас тоже есть блин точно все уши не работает ты не знаешь принцесса здесь она в последнее время все чаще сюда и так используется отлич из-за всей этой суматухи похоже дело красавица махараджи так нам наверх ага серые они по серым тоже могу лазить тихо из-за всей этой так но он не смотрит вниз ходить нельзя когда почему не могу ходить когда не ходят ну ладно давай я специально спалился для того чтобы получить золото разблокирую костюмы в фиолетовом костюме буду бегать и спать карки господай и марадян увечен то ли видите у меня множители четыре то есть каждый раз когда получаете тень я получаю множитель мне надо привыкать так кошки дерутся стоп он же меня увидит если повернется золото так ящики я не пускаю ящики то на воде будет джижер джеда мэри ханга аларма бачаданга так окей ну отвернись за скриптованной херня о дворцовая стража тут ни при чем в крайнем случае можно будет их осторожно оглушить задание место летний дворец в амрестаре я думаю за стражника скажут одно из красивейших сооружений пенджамба пенджабада знаменитый летний дворец махараджа раджи раджита синхам в амрестаре это шедевр индийского архитектура архитектуры расположена в центре парка арамбарах вход на территорию украшена величайшая аркана необычные конструкции встроены это сооружение резервуары с водой соединены с фонтанами дворецкого сада внутренние покои дворца украшены многочисленными изделиями из стекла картинами и другими произведениями искусства в наши дни это музей в котором можно увидеть знаменитые полотна старинные монеты и скульптуры и предметы быта относящиеся к периоду рассвета сикринской империи сикхсхой чтобы руководство тоже у нихера мне понадобали так но если он так повернется он меня заметит хотя смысл мне вообще его оглушать а а а заметьте теперь левая кнопка мыши не работает только правая а тогда я мог и то и то сделать а 10 завершено все таки работать и плей странно добыча вот так добавили изучение предметов ни хера себе прикиньте все таки ничто новенько добавляет есть достал а я пах пах это да даст стоять у тихо успел сейчас мы его глушинем пусть он только отвернется готово найден драгоценный камень подожди я нигде не выпускал большего нет а в принципе да как бы достал бы этот камень а смысл так тело пока что тут поваляется вот как снова почему я должен прямо нажимать так так мне нужно внутрь здания а это тень такая а я смотрю какие то непонятные частицы у межих и пашку дали не 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 Минус, конечно, то, что мне исследовать надо теперь будет Так, теперь минус нас за сундуком на воду А это не вода Хе, вот так Свиток второй Баугиния Пурпурная Это небольшое дерево, которое растет в Восточной Азии На территории пенджаба Блядь, я не могу такие слова сложные Пенда и жаба Его особенно много Высоту достигает 6-7 метров Лиловые соцветия этого растения по виду нанимают цветки орхидеи Ну, слушайте, цветы орхидеи, ну, блядь, даже не помню, как они выглядят Напоминаю Напоминаю Ладно Припасов бы, думаю, они есть у стражников А, ну, мне надо Хотя, давайте, ладно, я соберу Тень золота Надо подняться наверх А вот теперь можем и запрыгнуть Хотя, нафига не нам надо Вот так Опный воин Сигхол Он всегда настороже, поэтому приблизиться к этому противнику Незаметная непростая задача Ну, будет у меня скоро меч Будет легко и просто А, то есть здесь я могу ходить, все-таки Да, в смысле? Ладно, убивай меня Да, в смысле, блин? А даже если отбивать чем, у меня парировать нечем Хе, вот так В принципе, я могу успеть всех оглушить Я могу резкие перекаты делать Да Ну, иди посмотри, что там Как раз с него камень заберу Есть Достал Может быть Я вот так как раз воспоминание получаю Когда я, типа Выполняю задание Может я бы тогда просто задание не выполнил? Да, блин, бесит руководство Зачем так много? Что? Что? Я еще не посмотрел Тупое руководство Ладно, подождите Короче, забейте Воспоминание Арбаза, часть первая Пробираясь по коридорам летнего дворца Я заметил, что некоторые старшники частенько украшают себе драгоценностями Даже не зная, как они могли все это раздобыть В общем, я не устаю Я не устал перед искушением Сточить кое-что у личной старши Махараджи Пенджабские украшения Пенджаби украшения любят и мужчины, и женщины Они всегда наряжаются на свадьбы и другие традиционные праздники Чаще всего люди носят короткую ожерелье Облегающую шею На запястьях привязывают омлет Тавизы, украшенные драгоценными камнями А еще популярность Пользуются Занжири Украшения, состоящие из нескольких цепочек Это которые на голове, да? Я хотел просто тело исследовать А, то есть даже не на каждом есть Покиси Сука Даже просто обычные шаги Меня палят Нейтрализатор Что-то новенькое открыло Так, стоп, что-то я не понял В принципе, если среагировать, то нормально Так, у кого-то ключ Готово Вот так А, типа, я мог вообще тихо-тихо пройти Ну ладно, потом успеем Так, подожди, а я ящик все собрал Все Да, все ящики собрал О, нифига, как это все выглядит А, там прохода нету Тут окно оказывается Ты здесь, чтобы убить меня, ассасин? Не смог бы, даже если бы хотел Я могу убить тебя сейчас Перерезать тебе горло Или воткнуть меч прямо в сердце Забирай его Оно и так принадлежит тебе У тебя на все ответ найдется Ну что, давайте тогда, я думаю, на этом мы с вами закончим Поэтому всем спасибо за просмотр Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте Всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok